Вот так вот, неравенство, жизнь несправедлива, детка! Всем привет! С вами Таня Генерал, и это канал «Субъективно об Америке». В сегодняшнем видео поговорим о животрепещущем и очень насущном деньгии. Как вы могли уже заметить, тема сегодняшнего видео «На свидание с американцем» «Платить или не платить?» – вот в чем вопрос. И поговорим мы сегодня с вами, кто же должен платить на первом свидании. И рассмотрим несколько разных версий, связанных с культурными различиями, связанных с гендерными различиями и с различиями вообще. Хочу вам напомнить, что в ближайшую субботу, буквально через два дня, состоится очередной прямой эфир на канале «Субъективно об Америке», который я запланировала как раз посвятить вопросам дейтинга. Это будет квинтэссенция моего опыта «Беготни по свиданиям». Это будет все, к чему я сама тут научилась, что я смогла вытянуть с противоположной стороны, своеобразная инсайдерская информация. Я вкратце расскажу вам минут на 15, что у меня для вас есть. А оставшееся время посвятим вашим вопросам. Это, кстати, не только для девочек, может быть, интересно. В комментариях к какому-то видео уже и мужчины отметились и сказали, что у них тоже есть вопросы по поводу дейтинга в Америке. Так что, если вам интересно, если вы находитесь в состоянии поиска, а даже если и нет, все равно приходите на прямой эфир в ближайшую субботу. Ссылку я, как обычно, поставлю в комментариях. Время ориентировочно 11 утра в Юстинах. Почему ориентировочно? Личная жизнь. Потому что «Беготня по свиданиям», она, вы понимаете, не была самоцелью, главной целью было встретить родственную душу. Итак, переходим, собственно, к теме сегодняшнего видео. Прямо позади меня ресторан, который памятен мне тем, что там было мое очередное первое свидание. На самом деле, вся эта плаза наполнена памятью и воспоминаниями, потому что она находится около моего дома, и я тут назначала первое свидание, наверное, с 14 до 27, чтобы далеко не ездить. И как раз-таки на первом свидании лично я, по моему генеральскому мнению, никогда и ни за что не плачу. Собирая информацию из моих кругов, всех, кто меня окружает, я выявила интересную закономерность. Русские девушки, русскоговорящие девушки, которые живут в России или которые недавно приехали, не испорченные цивилизацией, однозначно согласны со мной, что на первом свидании даже слабой попытке достать кошелек и разделить счет делать нельзя, делать не нужно. Мы этого делать не станем, потому что мы сами по себе уже достаточное вознаграждение и подарок, что мы сделали это, что мы пришли на это свидание, чтобы мы были милыми, что мы веселее, что мы предоставили свою компанию, свое общество. И бокал вина или чашка чая, я не думаю, что она разорит претендента. И на энергетическом уровне, я думаю, что это достойный обмен. Попробуйте сами. Если вы заплатили на первом свидании за свое вино или за свой кофе, как вы потом себя будете чувствовать? Процентов 95 вероятности, что на второе свидание с этим человеком вы уже не пойдете. Это очень плохой знак, если вам хочется заплатить и уйти. По версии девушек испорченных цивилизаций, русскоговорящих, уже давно живущих в Америке, или американок. Да, я знаю, лично их очень мало, но, тем не менее, возможность спросить у них у меня тоже была. Так вот, по версии американок, нужно обязательно в тот момент, когда приносит счет, потянуться за сумочкой и сказать, ты его на сплит, хочешь ли ты разделить оплату? И, конечно же, ожидать, что претендент скажет, нет-нет, что ты, конечно же, не нужна. Я сказала, да я даже тянуться за сумочкой не буду, мне это неинтересно, это не мой фан. Я даже не буду притворяться, что я собираюсь платить. По версии мужской половины населения здесь в Америке, они считают это оптимальным вариантом развития событий. Таким образом, они говорят, что это как бы не показывает, что они должны, это подчеркивает, что у них есть выбор, а выбор это всегда приятно, все любят выбор. Тем не менее, я предпочитаю демонстрировать, что выбора у него нет. Иногда даже в период переписки, в период первого контакта на сайте, в смс-ках или в телефонных звонках, я говорю, я не из этой культуры, у меня немножко другие ценности. И это все оправдывает. И это очень хорошая всегда отмаза. Но это еще не все. Предложить разделить счет и не заплатить, и посмотреть на реакцию претендента, это версия номер два. Это версия цивилизованных девушек, обжившихся уже в Америке. И это версия самих американских мужчин. То, как они предпочитают, чтобы женщина себя вела в идеале на первом свидании. Ха-ха-ха. Размечтались. Сейчас мы еще будем подчиняться всем их желаниям. Может быть, они еще хотят, чтобы мы на секс соглашались после первого свидания. Тоже идеальный вариант развития событий. Нет, не дождетесь. Есть еще третий вариант развития событий. Этот вариант от феминизированных и абсолютно урбанизированных женщин, которые считают, что они с железными яйцами, и что мужчины у них должны ходить по струнке, и что они сами себе велосипеды. Эти женщины говорят, я никогда и никому и нигде не позволю за себя платить. Что бы ни происходило, как бы мило ни шло свидание, как бы мы с ним там не разговаривали, какая бы ни была химия, я всегда и везде плачу за себя сама. Потому что в этом случае я чувствую себя никому не обязанной. Никто не может мне сказать, то девушку ужинает, тот ее и танцует. Я не могу не согласиться с этой логикой, но с другой стороны, у меня возникает полное ощущение, если ей так сильно хочется показать свою независимость и так сильно дистанцироваться от человека в момент первого свидания, зачем вообще свидание? Зачем вообще с кем-то встречаться? Это же такой кайф быть сильной, независимой, ходить извинять своими яйцами. Зачем даже кому-то давать шанс понравиться себе, вызвать у себя интерес? Если и так все круто, и так все хорошо. Вот такая вот третья версия по поводу оплаты счетов на первом свидании. Я однозначно говорю, что я за первый вариант. Я никогда даже не тянусь за сумочкой, даже не дрогаю глазом и не делаю вид, что я собираюсь что-то оплачивать. Если вы смотрите плейлист на свидание с американцем, то вы, наверное, помните, один раз я очень сильно лоханулась. Это было на третьем свидании, когда мой претендент буквально развел меня. Он сказал, ну ты же меня сюда позвала, а у нас в Америке так, то зовет, то ты платит. Я вместо того, чтобы шлепнуть его этим счетом по голове, кстати, уйти, я сказала, ну ладно, и заплатила за наш обед. Это был единственный, первый и последний раз. С тех пор я никогда больше так не делаю. И если я когда-либо в своей жизни платила за мужчину, за наш совместный ужин, то это был уже мужчина, с которым у меня были постоянные отношения. И это было один из десяти раз, когда мы куда-то вместе ходили, и у меня было искреннее желание сделать это для него. Пригласить его на ужин, там, день отца, когда он там такой одинокий отец, дети его далеко, или когда у нас там что-то невероятное произошло, и мне так хотелось сделать что-то для него приятное. Я в этом случае сразу говорила, я тебя приглашаю на ужин, я за него плачу. Во всех остальных случаях никогда, ever, 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 ever. Я так поступаю, я так считаю, и я никогда с этой позиции не сойду, что бы мне ирландец не говорил. Это, кстати, была идея ирландца, когда я его расспрашивала, готовя материалы к моему прямому эфиру, про идеальное первое свидание с точки зрения мужчины. Как должна себя вести женщина, чтобы произвести максимально хорошее впечатление, шансы на второе свидание, на развитие отношений. Это была его тема тоже, что я предпочитаю чувствовать, что у меня есть выбор, что я не обязана за тебя платить, и ты могла бы заплатить сама, но мне приятно за тебя заплатить. И я опять сказала тут эту фразу, что ты хочешь, чтобы кто-то соответствовал твоим ожиданиям, а может быть у женщин есть такое ожидание, чтобы прямо на первом свидании ей сообщили, ты знаешь, дорогая, я настроен на очень серьезные отношения с тобой, у нас будет постоянно с тобой, я сейчас же пойду и отменю свой профайл, удалю свой профайл с сайта знакомств, у нас с тобой long-term relationship, я только с тобой, я обещаю не лезть к тебе до десятого свидания, не приставать с сексом, дать тебе время обвыкнуться и привыкнуть, я обещаю дарить тебе цветы на каждое свидание, водить тебя в театры, у нас тоже очень много желаний и претензий к противоположному полу, однако же так не бывает, идеального варианта развития событий не бывает, поэтому каждый раз, когда происходит первое свидание, происходит момент, совпадет, не совпадет, совпадут ожидания той стороны с тем, что эта сторона хочет от него. Вот, собственно говоря, вся идея о том, кто платит на первом свидании, у меня сегодня для вас, это был взгляд с женской стороны, то есть вы понимаете, я считаю, что женщина на первом свидании платить не должна, особенно если она ограничивается бокалом вина, никогда. Если мы говорим о мужчинах, то мужчина должен, мужчина должен заплатить за ее вино, кофе, мороженое, все, что она там заказала. Вот так вот, неравенство, жизнь несправедлива, детка. Естественно, мне очень интересно ваше мнение, что вы по этому поводу думаете, какой у вас был опыт, когда вам пришлось платить, когда вы хотели заплатить, а вам не дали, когда вы заплатили за всех, когда вы не взяли даже с собой кошелек, и не стали ни за что платить. Как обычно, самое интересное происходит в комментариях. Оставляйте свои мнения, давайте побеседуем на эту тему. Ну и, конечно же, в ближайшую субботу приходите на прямой эфир, пообщаемся. Я расскажу вам много интересного, чего мне рассказал ирландец об идеальной женщине, об идеальном первом свидании, об идеальном развитии отношений с точки зрения американских мужчин. Ну и, конечно же, я постепусь над этим, потому что идеального не бывает. А у меня на сегодня все. Спасибо вам, что вы со мной, спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте, что на инстаграме tania.general у меня в день выходит как минимум три разных поста. Я туда помещаю видосики, я туда помещаю фотографии из моей повседневной жизни. Там тоже можно за мной следить. Заглядывайте, подписывайтесь. Ну и, как обычно, фейсбук, вконтакте, одноклассники и все вот это вот. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, если вы еще нет. Там какой-то внизу колокольчик тоже надо нажать, сказали. Ну и далеко не уходите. Впереди еще очень много интересного. Пока-пока.